Засветились. Водители, на чьих авто установлены внешние световые приборы, не предусмотренные конструкцией, попали в поле зрения инспекторов ГИБДД. В настоящий момент на территории города Иваново проходит рейдовое мероприятие, которое проводят сотрудники Центра надзора и пропаганды совместно с отдельным батальоном ДПС. Данное мероприятие направлено на выявление и пресечение правонарушений со стороны водителей, которые используют в своих внешних световых приборах определенные лампочки, которые не соответствуют конструкции транспортного средства. Чаще всего водители меняют лампочки в фарах на ксеноновые, чтобы ярче светили в темное время суток. При этом не задумываются о других участниках движения, ослепляют встречных водителей. И это нередко становится причиной ДТП. Не весь ксенон одинаково вреден. Если лампы установлены заводом-изготовителем, они разрешены к использованию. Там предъявляются определенные требования, опять же, к автомобилю. Это наличие омывателя фар, наличие автоматического корректора угла наклона фары. И, соответственно, маркировка на фаре тоже должна соответствовать установленному источнику света. Ловят водителей с кустарным ксеноном прямо средь бела дня. У инспекторов технадзора глаз наметан. Ходовые огни этой иномарки дорожным полицейским показались подозрительными. Покопавшись немного под капотом, инспектор резюмирует. Изъята газоразрядная лампа, так называемый ксенон, установленный собственником транспортного средства самостоятельно. Изменился тип источника света, режим работы головных приборов автомобиля. На самой блок-фаре данного транспортного средства может быть установлена только галогеновая лампа. Водитель поясняет, специально ничего не устанавливал. Авто купил в таком виде. Даже не знал, что нарушает закон. Мы на ней не ездим, у нас еще есть одна. Уазик. Мне тяжеловато ехать тресет, а я просто операцию. Как известно, незнание от ответственности не освобождает. За это нарушение штрафом не отделаться. Предусмотрено только лишение права управления на срок от полугода до года. Пунктом 2.3.1 правил дорожного движения есть обязанность водителя перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства. В том числе, соответствующий его конструкции. Поэтому граждане, которые приобретают автомобили с установленными светоизлучающими диодами в головных фарах, либо с газоразрядными лампами, если это не предусмотрено, конструкция транспортного средства, рекомендуем это устранить до выезда на дорогу, чтобы избежать неприятных ситуаций, столкновений. Нарушение это довольно частое. За два месяца 2018 года инспекторы выявили 24 нарушения и еще два в ходе этого рейда. Вне зависимости от причин, побудивших их ездить с опасными световыми приборами, оба водителя теперь какое-то время будут пешеходами. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.